И мы передаём вам всем привет! Утро, 15 февраля, ничего не предвещало беды. Я, это мой фарш моих рук, но я скажу честно, мясорубку я боюсь. И Диме я об этом говорила. Но Дима говорил, что мясо испортится. В итоге, что у нас произошло? Я дура, я знаю. Мы потеряли эту штучку, которым мясо проталкивать мясорубки. Ну и в итоге, умная Надя, вот результат. Я боялась, что с моим пальцем что-то случится. И взяла, ничего умнее не придумала, как включенную мясорубку протолкнуть немножко вилкой. Ой, бабоньки. Я понимаю, что как бы все хозяйки от Бога. Но, блин, вот я мясорубкой пользовалась первый раз. Да, мне 33 года. Я боялась этих мясорубок. Я имею в виду электрических. Вот, и в итоге, блин, я хотела угодить мужу, как бы, хотела, как говорится, хорошего. Вот, а Дима очень трепетно к вещам относится. Ну, я его тоже понимаю, конечно. Вот, извините, не Рокфеллеры. Но он очень переживательный в этом плане. И я ее пыталась достать. Я уже почитала ролики. Значит, надо растительное масло. Я туда уже налила его. Ну, кстати, она шевелится. То есть, не все так запущено, как бы. Вот, и дым оттуда не шел, слава Богу. Видите, она шевелится. Вот, я ее... Ну, короче, не хватает мне сил. Ой, слава Богу, ума хватило отделить от этой, от мясорубки. Вот. Главное, фарш есть. Вот, настроения, честно говоря, никакого нету. И я собралась силами. Позвонила Диме. Он только едет с ночной. И заранее его предупредила, что вот такой косяк, как бы. Пусть отойдет, попинает снег. Вот. И готовится к этому. Но я почитала в интернете. Не одна, конечно, я такая дура. И ножи сували. И все, что хочешь, суют. Вот. Ну, извините, идиотина, как бы. Да. Вот. Я просто знаю Диму, как бы. Он спокойно к этому, ко всему не отнесется. Вот. Он очень трепетно. Ладно, будем снимать, что будет говорить Дима. Вот. Блин, если честно, конечно... Вот такой у меня 15 февраля. Фигово. Ну, пока мужа жду и буду выслушивать все, что меня, как моего ума касается и моих рук, хотя бы нажарю котлет. Вот. На сухой сковородке разогретой, вот, без масла. Это мне подруга дала совет. Вот. Отварю сейчас гречки и будут котлеты, вот, вкусненькие и с гречкой. Хотя бы накормлю мужа. Вот. Так что... Ой. Вот такое у меня утро. Короче, Дима пришел домой. Посмотрел на мясорубку с ножом. Ему это не понравилось. Кому это понравилось? Сейчас он все скажет вам. Дима, я в интернете почитала. Я не одна такая. Там ножи суют. Ну, к сожалению, блин, я боялась за пальца. То есть, я могу только этим объяснить. А я вот тебе боюсь пальцы туда сувать. Я же как-то сверкнули. Я же как-то прокручиваю. Я не знаю. Тебе вот эту. Жиг, жиг, жиг. Ручкой вот. Вот эту вот. А здесь-то что? Здесь что мокрое? Здесь что вода-то? Здесь вода куда? Да я умывалась. Да не надо умывалась. Короче, сейчас за любой этот будет любой там. Почему пылинка летает. Ну как пылинка? Вода, блин. Как можно умываться? Ты вот так умывалась? Как ты? Умывалась? Ты обливалась? Ванная есть. Для этих целей. Или как ты умываешься? Пупсик, давай решать проблему. Давай не бухтеть. Вот это бухтение, оно ни к чему не приведет. Я тебе говорю. Я говорила, что я боюсь в мясорубке? Я говорила. А ты всего боишься. А ты ничего не боишься. Я смотрю, у нас тут висят шнуры. Мы вообще рисковые люди. У нас тут в шнурах повеситься можно. Надо сделать. Ну когда я сделаю? Лампы у нас работают. Я работаю постоянно. Ну есть время, Дима. Вот завтра возьму и сделаю. Пицца там осталась. Ты будешь эту мясорубку-то как-то решать? Я тебе кушать заготовила. Котлетки-то я все-таки пожарила. И салатик еще сделала. Оно шевелится как бы. Я не знаю, что-то дает. Дим, ну палец или вилка? Ну что в палец? А прикинь, я бы палец туда засунула. Не залез бы туда палец. Залез у меня длинный палец. У меня аристократически длинный палец. Да куда ты, демок? Куда ты? Мой не залазит. Твой залез бы. Дим, это психологически. Я больше так не буду. Пупсик, давай немножко с юмором. Добавим в жизнь юмор как-то. Жизнь говно. Угу, Дима, юмор надо. Господи, знаешь, слава богу, не палец. Вот так вот надо сказать. Я вообще-то, между прочим, еще поцарапалась. Вон, оно пока там все вертелось. Вот, видишь, наборчик пригодился. Это я подарила Диме на вчера. Да лучше палец. Дима, ты как-то вообще имей совесть, разговаривай. Лучше бы палец. Не смешно. Вот наборчик вот, видите, какой. Пригодился. Ну, конечно, это не смешно. Ты про потоп расскажи. Дима, жизненно неурядицы бытовых и бытовые бывают у всех. Но вспоминать об этом годами, знаешь, что уже не собираюсь. Да, то я все помню. А-а-а. Ну, ты мой этот, как, хроникер. Все мои косяки будешь помнить. Да. Пробитую посуду. Ну, ты сам виноват. Дим, давай как-то не все вместе. Я давай тоже начну сейчас все вспоминать, все вместе. Давай пережили, сейчас решаем проблему конкретную с этим. Тоже меня не выбешивай. Я, конечно, с юмором, но могу и взбеситься. Я могу взбеситься. А я нет. Но, Дим, решай. Жил бы ты в селе, у тебя каждый день бы что-то происходило. То трактор сломался, то корова не стала. Понятно трактор. Но здесь-то вот... Дим. Что могло, как говорится, что могло пойти не так? Могло пойти то, что я говорила, что мясорубку я боюсь. Психологически. Ты мне сказал, нет, давай. Ну, давай. Дальше вот. Котлетки я сделала. То есть это на финальном этапе случилось? Да. Когда уже надо было остатки. Я же помню, что-то ты там про остатки бурчал. Может, ты сначала покушаешь? А, нет. О, видишь, как все просто. Обурчание было на миллион лет. Я бы сама... Видишь, какой ты молодец? Мужчина в доме. Это супер. Ну, все, решил проблему. Молодец. Больше так не буду. Спасибо. Помой ее потом. Вот это тоже помой. Все. На этом ролик закончился. Хорошо, что... Вывод. Хорошо, что мужчина в доме. В электрическую ничего не ссылать. Я каждый раз буду это. Я каждый раз буду это. Что ты решаешь каждый раз, Дим? Нет, каждый... Что? Что? Что ты? Дима, не начинай. Давай, все. Молодцы. Решил вообще золотые ручки. Все. Не порти впечатление. Все. На этом ролик заканчивается, ребята. Вот. Но я еще год буду про это слушать. Сейчас Дима переодевается. Привез... Привез форму с работы. Хочет показать мне. Так. Ну, какую музыку? Секс-бомб? Не надо. Не надо начать секс-бомбом. Так это что ты вещаешь? Я эту штуку не одену. Ну, одень штаны. Ну, потому что ты говоришь, я сейчас покажу тебе, какое я, ну, в этой форме. Такая куртка огромная. Она на сколько размеров-то больше? Так она с утеплителем просто. А ты ее взял постирать, что ли? Ну, да. Тут совсем какая-то шаротка уже. Блин, а я стираю, не стираю. Мне кажется, ее сейчас замочить надо, чтобы хотя бы немножко... Какой замочить? Не послезавтра она работает. Сейчас замочу. Сейчас постираю. Ну, хотя бы на пару часов. Она теплая вообще? Что-то она такая легкая, кажется. Потому что там подстежки нет. Я подстежку снял. Она же вот эта все подстежка занимает. А почему такое грязное? Потому что вы там физически все, да, фигачите? Ну, конечно, стройка идет. Понятно. Прям другой мужчина. Прям такой суровый. Ну, так. Там суровые, ребята. У меня штаны тоже такие, желтенькие, синенькие. Вы светитесь там, да? Да, да. Вот эти штучки. А что сзади написано? Подай посмотреть. Квантка. А-а-а. Квантка. Все знают. Понятно. Ну, так вот. Блин, надо было что-то, в следующий раз, надо что-то для его видения вот этих всех пятен досмотреть. Да, слушай, говори, что это... Бесполезно? Труд. Труд. А, щеткой, да? Угу. А больше никак. Ну, такие мы строительные. Ну, понятно. Дай я ее примерю. Сними меня. Сейчас хопает, честно. Ну, она мне большая, тебе это вообще будет. Сейчас, подожди. Сейчас. Ты же очки приносишь? А, да, 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 да. У нас это еще очки есть, да, такие. Сейчас, сейчас. С очками. Там осторожно, замок такой сложный. Не сломай, пупсик. Он так немножко сломан. Хорошо. Прям в этой кубке себя чувствуешь каким-то мега-специалистом. Ну, ладно, короче. Вот так вот. Так, проверка. Этот, как? Проверка, контроль на... Как? Контрольная линия. Контрольная линия. Не, он, конечно, надо грязать. С водками не влёт. 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 Продолжение следует...